Премьер-министр должен уйти в отставку. Парламентская оппозиция требует ухода Кабинета министров во главе с председателем правительством Мурбеком Бабановым. Вернем детей на родину. Общественные активисты намерены привезти в Кыргызстан детей, рожденных в России и брошенных там на произвол судьбы нашими соотечественницами. Спешат, но не успевают на помощь. Кто виноват в том, что кареты скорой помощи не успевают вовремя реагировать на звонки горожан и приезжать по вызову? Власть и парламентская оппозиция, возможно, впервые за всю историю независимости Кыргызстана сядут за стол переговоров. Точнее, встретятся в прямом телевизионном эфире общественного первого канала. Крайне мере, пресс-служба премьер-министра распространила информацию о готовности Бабанова провести переговоры 18 апреля с политическими противниками. Формат встречи, предложенный властями, пять представителей с одной стороны и пять с другой. Оппозиция заявляет, что им это не столь важно. На экстренной пресс-конференции лидер партии Атаджурд Камчубек Ташиев заявил, что они готовы прийти и выслушать премьер-министра по поводу работы правительства. Но в то же время идти на компромисс оппозиция не собирается. Основное требование так и осталось. Отставка правительства во главе с премьер-министром Амурбеком Бабановым. Если диалог не состоится, то лидерам фракции озвучена дата, до которой кабинет министров должен освободить кресло 21 апреля. Затем, если их требования не будут выполнены, то 23 апреля объединенная оппозиция намерена провести другие мероприятия. Какие именно, Камчубек Ташиев не уточнил. Никаких закрытых дверей или закрытых встреч у нас не должно быть. Мы должны открыто встретиться, открыто перед людьми, на центральном телевидении, ОТРК встретиться и поговорить о насущных проблемах нашего общества. Но все эти требования, которые там были озвучены на митингах в Аше Джалабаде и Батькене, остаются в силе. То есть отставка правительства и отставка премьер-министра обязательно должна совершиться. В Кыргызстан планируется привезти детей, брошенных кыргызстанцами в Москве. На сегодня в детдомах столицы России и домах малютки 24 ребенка, гражданство которых определено как кыргызска. Чтобы сделать это, создается специальный фонд. Создатели фонда призывают граждан и власть имущих поддержать их. Они рассуждают так. Среди этих малышей вполне могут быть будущие профессора, ученые и космонавты. А сейчас, как говорят создатели фонда, есть угроза превращения этих детей в доноров. Кстати, данных о числе брошенных кыргызстанских детей в других регионах России нет. Они являются конфиденциальными. Известно только число брошенных детей в Москве. На самом деле, кыргызстанских малышей по всей России может оказаться намного больше. Личность устанавливается в соответствии с предъявленными документами матери. Матери – это паспорта граждан Кыргызской республики. Соответственно, мы считаем их гражданами Кыргызской республики. Возраст достигает до 5 лет. До одного года младенцы находятся в домах малюток. Затем они переводятся в детские дома на территории Москвы или Московской области. Скоро общественность Кыргызстана узнает, нужны ли стране «Правдивые СМИ». Начинается журналистское расследование по всем фактам убийств работников прессы, вернее того, как обстоят дела с расследованием этих преступлений. Кроме того, представители СМИ, взявшиеся за это, хотят понять, оправдан ли в принципе риск журналиста, пишущего правду, если власть не реагирует ни на статьи, ни на сюжеты. А убийства и нападения на корреспондентов различных изданий и телекомпаний продолжаются. Особенно этим оказался богат прошлый 2011 год. По результатам расследования, возможно, будут даваться какие-либо рекомендации, как самим работникам СМИ, так и правоохранительным органам. В частности, журналистам, в конце концов, могут дать советы, как лучше обезопасить себя. Вот милиция вряд ли прислушается к рекомендациям. Ее представители уже дали понять, что для них все граждане равны и обеспечивать особую безопасность для отдельных лиц они не имеют права по закону. Между тем, сами журналисты себя к отдельной категории граждан не относят, просто констатируют, что быть мостом между народом и властью становится все труднее. Отметим проект. Журналистского расследования финансируется посольством США. За работу берутся пять представителей СМИ Кыргызстана. Мы все равны. Мы все сегодня можем оказаться с утра на съемках в парламенте, а вечером мы будем уже в грязи в каких-нибудь колониях, так как было не один раз. Я считаю, что работодатель, наш работодатель должен обеспечить нам некую уверенность в том, что если с нами что-то случится вдруг, мы будем защищены, что за наши права, или когда, например, у нас будет совершено нападение, наши права будут отстаяны в суде, что нами не будут манипулировать в угоду кому-то. Брат бывшего президента Ахмат Бакиев бежал не без помощи генерального прокурора Аиды Соляновой. Такое громкое заявление сделал адвокат одного из потерпевших от действий родственника экс-главы государства. Юрист рассказывает, что изначально Ахмату Бакиеву были предъявлены довольно серьезные обвинения, однако позже они исчезли из дела. Поэтому суд вынес довольно мягкий приговор в виде семи лет заключения в колонии строгого режима. По другим данным, если бы инкриминировали пропавшие статьи, они бы в сумме потянули на 63 года. Так или иначе, Ахмату Бакиеву удалось бежать, когда его привезли на якобы лечение в больницу. Охрана осужденного была ненадежной. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту побега брата беглого президента. Однако юристы, кроме дина Айткулов, недоумевают, накажет ли генпрокурор саму себя, если возбуждает уголовное дело, чтобы проверить, кто виновен в побеге Ахмата Бакиева. Айткулов не раз обращался с письмом по фактам пропажи многих данных из дела Ахмата Бакиева, однако так и не получил ответа Соляновой. Теперь он делает соответствующие выводы. Сейчас такое, значит, высказывается мнение, что вот Солянова якобы борется с коррупцией. На самом деле это миф, по большому счету. Наоборот, деятельность Соляновой, я со всей ответственностью это заявляю, она фактически способствует коррупции, так как она лично нарушает законы. Цепная реакция. Жители новостроек, расположенных близ городской свалки, за последние несколько дней дважды перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание власти. Они требуют отменить взыскание оплаты за земельные участки или снизить на них цену. Возле Дома правительства собрались жители уже других новостроек, которые теперь тоже требуют бесплатно оформить их дома и выдать все необходимые регистрационные документы на недвижимость. Платить около 10 долларов за квадратный метр они не в состоянии, поскольку большая часть проживающих так, жители Бишкека безработные и приезжие из других регионов Кыргызстана. Они намерены требовать отмены данного постановления. Мы платить не будем за наши участки. Пусть мэрия нам бесплатно предоставит документы. Оплачивать очень дорого. Вот вы посчитайте. За 4 сотки мы должны заплатить около 170 тысяч сомов. Это около 4 тысяч долларов. Откуда у нас такие деньги? Упреки в сторону Бишкекской станции скорой помощи звучат в последнее время все чаще и чаще. То бригад не хватает, то едут медики слишком долго. Причин, почему так происходит, много. Причем иногда в том, что врачи опаздывают, виноваты сами к горожанам. Алло, здравствуйте. Скорая, слушай. За сутки в диспетчерскую Бишкекской станции скорой медицинской помощи поступают около 400 звонков. А бригад всего-то 35. Случись одновременно больше вызовов, чем количество бригад, считай, кто-то из пациентов вполне будет прав, если скажет, что это не скорая помощь, а медленная. С момента звонка помощи карета медиков должна прибыть на место не позже, чем через 20 минут. Но бишкекским работникам не от ложек, в этом признаются и они сами, выполнять норматив удается все реже и реже. А все потому, что, по их словам, в пути до местонахождения больного они натыкаются на большую проблему. Это пробки на дорогах и хамское отношение водителей. Большинство из них, говорят медики, плевать хотели на то, что сзади них просится карета медицинской помощи, предупреждая его сиреной и световыми сигналами. В итоге есть случаи, что медики, так и не доехав до своего пациента, сами становятся пациентами. Например, в начале этого месяца в карету скорой, которая спешила оказать экстренную помощь девушке, которая была при смерти, врезался джип. В результате столкновения члены не от ложки попали в больницу. Один с разрывом внутренних органов, а двое с переломами ключицы. И очень хочется обратиться ко всем водителям, которые ездят по городу Бишкек, чтобы они были очень внимательными на дорогах. И если карета скорой помощи едет с включенными сиренами, это говорит о том, что в салоне автомашины находится тяжелый больной. Наша съемочная группа решила проверить, как водители на дорогах реагируют на машину скорой помощи. И надо признаться, убедиться в словах медиков пришлось сразу же. Через пять минут после выезда из парка станции наша скорая помощь уткнулась в пробку из десятков автомобилей. И ни одна из них не желала прижаться к обочине. Впрочем, и прижиматься-то было некуда. Но все же до местонахождения больного скорая приехала практически вовремя. Там их ждал спящий человек, изрядно перебравший горячительных напитков. Члены медицинской бригады говорят, что уложились в норматив 20 минут, потому что ехали не в час пик, а в полдень, когда машин на дорогах города сейчас меньше. А вот когда люди по утрам едут на работу или вечером домой, говорят, скорую помощь вынуждают действительно стать медленной. Где-то в районе получаса проезд был абсолютно затруднен. То есть мы никак не могли проехать ни по встречной полосе, ни каким-либо другим путем. Слава Богу, то что пациент находился у нас в машине, и мы доставляли его на госпитализацию в больницу. Поэтому врачи скорой помощи вновь призывают водителей авто отнестись с уважением к ним. Ведь медики спешат не потому, что любят скорость, а потому что кому-то надо срочно спасти жизнь. Кстати, рассказывают, прошлой зимой случился очень интересный случай. Водитель легковушки упорно не хотел пропускать карету ни от ложки. А потом они вместе подъезжали к его дому. Оказывается, что скорую вызывали к его матери. Манас Ачгитов, Нурлан Сатышев, Бишкек, Кыргызстан. На этом все. Спасибо за внимание и до следующих встреч в эфире.